Приветствую вас и давайте для начала я вам расскажу немножечко свои впечатления от вашего текста, вот. А потом пройдусь по тексту и попробую ответить вам на вопросы, которые вас интересуют и попробую дать вам направление решения ваших проблем. Итак, первое, что мне показалось из вашего текста, это то, что вы очень тревожный человек, очень тревожный человек. Местами даже, я бы сказал, неуверенный в себе человек, может быть, даже мнительный немного человек. И ваше вот сообщение, оно прямо-таки, знаете, кричит, оно кричит о том, что вам нужна какая-то определенность, может быть, вам нужна какая-то, знаете, стабильность, да, и так далее. И все на самом деле хорошо до поры до времени, вот все хорошо, пока только ситуация не касается того, как это соотносится с другими людьми. Что это значит? Давайте попробуем разобраться. Вы не знаете по определенности, но вы не хотите по факту сами нести ответственность за эту самую определенность. Вам не нравится то, как ведет себя ваш мужчина, ну, скажем, объективно. Объективно вам это не нравится, ну, потому что есть ряд раздражающих факторов. Вот. Но вы занимаете роль, по сути, спасительницы. Вы берете ответственность за него. В некотором смысле слова вы его даже оправдываете. При этом намерся ущерб себе. То есть здесь проблема еще личных границ. Как вот это видится мне. Проблема личных границ, она заключается в том, что вы не несете ответственности за себя и, значит, берете ответственность за своего мужчину. Потому что вам, возможно, это нужно. Возможно, это самое нужно для вас в данный момент. И вот до тех пор, пока вы будете спасать взрослого, почти 40-летнего мужчину от его проблем, и не будете думать о себе и о своем ребенке, ситуация не изменится. Даже если, даже если, заметьте, мужчина действительно к вам испытывает симпатию. Почему? Потому что ему менять что-либо не выгодно сейчас. По той простой причине, что его все устраивает. Чтобы что-то менять, нужно, чтобы его перестало что-либо устраивать. А его устраивает. И именно потому, что его устраивает, он менять ничего не будет. Ну, только глупый человек, только глупый человек, менял бы что-либо в условиях, когда абсолютно все устраивает. Вот серьезно. Только глупый человек это делал бы тот, который, ну, вообще, может быть, даже, вот, знаете, не дружит абсолютно с головой. Но ваш мужчина не такой очевидный, и он менять ничего не собирается. Не потому что он плохой, а потому что человеческая природа такая. Пока комфортно менять ничего я не буду. А зачем? У него действительно ребенок, у него действительно дочь студентка, которой нужно помогать вставать на ноги, оплачивать и так далее. У него нет времени, нет возможности на то, для того же, чтобы еще и в вас вкладывать деньги, например, или чтобы вкладываться в жилье, допустим. У него нет такой возможности. И объективно он этого и не хочет в глубине души. То есть хочет, конечно, но недостаточно сильно. И это нужно учитывать. Такова реальность, реальность нужно принимать. А у меня такое ощущение, что реальность вы избегаете, отталкиваетесь. Это плохо. Вот. Далее, значит, ну, далее мы с вами пойдем непосредственно по тексту. Мне 29, архитектор, то есть творческий человек. Человек творческий, увлекающийся и так далее. Есть сын, 7 лет. Живем вместе, без силы. Ну, странно немного, если бы написали это. Было бы странно, если бы вы жили без своего сына, как мать. То есть именно любопытность, что вы делаете на этом акценте, как будто могло бы быть по-другому. Как будто бы вы боитесь потерять своего сына. Как будто бы вам с ним что-то угрожает. Вопрос в том, опять же, что именно. Моему мужчине 38, ну, почти 9 лет, 10 лет разницы. Чем обусловлен такой выбор, 10 лет разницы мужчине? Строитель, дочь от первого брака, здесь 19 лет, тоже живут вместе. Ну, вот здесь, в принципе, это более уместно, потому что сын, 7 лет, жить отдельно от вас не может, а вот дочь 19 лет жить отдельно уже могла бы. Другой вопрос, что не живет. Так, смотрите, ваш мужчина, мало того, что старше вас на 9 лет, он еще и явно другого интеллектуального уровня. То есть он строитель. Строитель, вы архитектор. Чем, опять же, обусловлен ваш выбор? Это, вот, на мой взгляд, довольно важный вопрос, потому что, может быть, что в этом есть подтекст. Может быть, вы выбираете себе мужчину постарше, как бы, что значит, например, купируем для любых отца. Да, это в этом роде. Ну, это уже область, конечно, догадок. Значит, был второй брак, у него был второй брак. И у вас, получается, брак воспал. Значит, был второй брак, прожил на втором браке 10 лет, совместных детей не было. Ее дочерь лет 12. А вам не кажется подобрительным, что у мужчины уже второй брак не складывается? Вам вот этот момент не кажется странным? Вот. Ну, далее вы пишите о том, что, значит, мужчине изменяют его женщину, с которой он жил. И они из-за этого расстаются. Вот. И, честно, для него это травма. А через месяц мы познакомились, встречались как любовники. Не очень понятно, опять же, как можно встречаться как любовники, если он расстался со своей женщиной. Вы расстались со своим мужчиной. Как здесь можно встречаться как любовникам, для меня это загадка. То есть вы имеете в виду, может быть, что вы в тайне встречались. Но если так, то, опять же, а почему тогда в тайне вы встречались? Что заставляло вас встречаться в тайне? Не очень понятно в данном случае. Вот. Далее. Она говорит, через полгода я поняла, что люблю этого человека. Вместе мы уже полтора года. То есть еще год вы его, получается, любите. Еще год вы его любите. Ну, здесь, наверное, рекомендировать мне еще нечего. Кроме того, что полтора года срок более чем достаточный для людей вашего возраста, чтобы уже определиться, будете ли вы вместе, или вместе вы не будете. Ну, я имею в виду жизнь. Вот. А он все вспоминает бывшую. В эти моменты он уходит в себя. Может не разговаривать со мной неделю и так далее. Он не говорит, что у него чувство ко мне. Значит, иногда говорит, что боится меня потерять. Так. Евгения, давайте сразу вот здесь мы с вами проведем черту. Если вы говорите, что мужчина все вспоминает бывший, значит, он еще не завершил свои отношения с ней эмоционально. Ну, вот, не завершил, не завершил сейчас человек, свои отношения эмоционально с вот той женщиной, с которой он расстался. Ну, не завершил. Такое бывает. И момент здесь заключается именно в том, что дело здесь совсем не в любви его к ней, не в чувствах его, опять же, к ней. А дело здесь совсем в другом. Дело все в том, что он не может пережить измену. Измена это очень болезненное, ну, болезненное такое событие, которое человеку очень трудно пережить. И вообще почти невозможно. Тут я полагаю, вот, не нужно даже, ну, ничего говорить. И поскольку далее вы спрашиваете о том, как помочь моему мужчине забыть бывшую, да, я вам могу ответить так. Набравить его к психологу. Это вот единственное, что вы можете сделать. Адекватно вам. Вот. Значит, далее. Вы пишите тут же. Он не говорит, что у него есть чувства к вам. А зачем вам, чтобы он говорил о том, что у него есть чувства? Мужчина, помимо того, что судят в основном по поступкам, а не по словам, мужчина, помимо этого еще и довольно сильно глотит, 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 как бы, прошлые отношения. А вы от него, получается, требуете того, чтобы он вам, там, в чувствах признавался. А вот, ну, это, на мой взгляд, довольно эгоистичная позиция, как это видится мне, по крайней мере. Вот. И я бы рекомендовал вам от этой позиции отходить. То есть, зачем вам, чтобы он признавался, вам чувствовался. Для чего это нужно лично вам? Для определенности, скажете вы, для стабильности, скажете вы, я вас понимаю, но разве это не ваша ответственность создавать стабильность и создавать определенность? Почему вы считаете, что мужчина должен вам это дать? Именно вот эти вот, ну, именно вот определенности стабильности. Откуда у вас подобная установка идет? Да, может быть, вы считаете, что мужчина должен проявлять инициативу, это не лишено смысла. Но так опять же, только в том случае, если у него есть для этого ресурсы, если у него есть для этого средства. А у вашего мужчины средств этих явно нет. и требовать от него подобных вещей, означает вводить его в состояние стресса. Снова и снова, вновь и вновь, вводить его в состояние стресса. И так, тяжело, а вы еще здесь пытаетесь от него добиться каких-то признаний, каких-то чувств. Далее, значит, я спрашиваю, ну, знали ли я ему... Ну, это вот опять, то есть, вы перекладываете ответственность в себя. То есть, вы говорите, ну, знали ли я ему, значит, пытаюсь получить какую-то определенность в том, что вы, ну, например, делаете, в том, что вы, например, как вы себя ведете и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, в действительности, это, еще раз повторю, ваша ответственность именно. Это ваша ответственность в том, что вам нужно делать. И вы таким образом воспитываете у него к себе отношения, ну, не то чтобы прямо негативные, но вы говорите ему, как бы, что ты мне нужен, что я от тебя, например, никуда не денусь, что ты меня не подтверждаешь, что я тогда буду рядом с тобой, и так далее, и так далее, и так далее. По сути, такими вопросами вы растворяетесь в нем. Это не есть хорошо и не есть правду. Итак, еще раз, для чего вы спрашиваете у него, нужны ли вы ему то, что вам не толкает, когда вы это спрашиваете? Он вам отвечает, да. Ну, естественно, да. Естественно, он действительно в вас нуждается. Вопрос в том, как вы нужды ему, как средство для того, чтобы забыть свою женщину на данный момент. И это, к сожалению, не то, на чем можно построить хорошие отношения. Ну, такие вот, действительно хорошие отношения. Это не то. Но, значит, и поэтому, поэтому я рекомендую вам здесь перестать спрашивать, нужны ли вы ему или нет. Потому что, если вы ему нужны, он будет с вами. А если вы ему не нужны, то он, соответственно, с вами не будет. Но вам никто не мешает защищать свои интересы. Вам никто не мешает говорить, дорогой, прости, но у меня такое чувство, что ты еще не забыл бывшую. Сейчас я понимаю, я на тебя не давлю, но мне нужно как-то жить дальше. Поэтому, если ты не готов полностью быть со мной, я тебя понимаю, но прости, пока ты не готов. И если ты не готов, прошу, меня не беспокоить. Но правильная же позиция. Правильная позиция. А что вам теперь не позволяет это сделать? Что вам не позволяет так сказать? Какой страх может быть? Переживания какие-то, может быть, что? Далее. По его словам, любовь для него это серьезно, и он не может признаться в любви, только если поймет это при совместной жизни. Ну, вообще, знаете, звучит это очень сильно, как отговорка. Просто как отговорка, оправдание своего рода, и не более того. Я, конечно, не буду здесь выразить какие-то уж вердикты совсем окончательные, но подходит это очень сильно на отговорку. С другой стороны, может быть, это и правда, что он действительно так вот, сколько может понять, любит он или не любит. Но, понимаете, опять же, это его право, это его выбор, это его земля, это его позиция, его точка зрения. Как бы, хотите вы этого, не хотите вы этого, это его позиция в любом случае, как бы, и вне зависимости от того, верите вы в это, не верите вы в это, считаете вы это правдой, не считаете вы это правдой. Это его позиция, и вам, если вы его действительно любите, ну, нужно эту позицию принять. А теперь, внимание, вопрос. Можете ли вы эту позицию принять до конца? Ну, то есть, грубо говоря, не нуждаться в том, чтобы он вам обязательно признавался в любви. Полагаю, что именно этот вопрос поможет вам определить дальнейшее отношение именно ваше к нему. Далее, я противно сказать мне, если честно, не его девушке, имею в виду типажской жены. Но, опять же, такое впечатление, что вы постоянно себя сравниваете с его женой. Как бы соперничаете с ней. Вам не соперничать нужно с ней, понимаете. Соперничая, вы проиграете. Вам нужно в своем отношении что-то приносить. Не должны вы быть типажом, понимаете. Не должны вы быть его типажом. Обязательно. Не должны. Вы это вы, а он это он. И вы другой человек, вы не обязаны быть похожи на его жену никак. Если вы пытаетесь быть похожи на его жену, то это, ну, всегда приведет к проигрышу. Потому что, ну, правда в том, что вы другой человек. Понимаете, вот вы другой человек. Вы другая. И это прекрасно, что вы другая. Это замечательно, что вы другая. Вот вопрос в том, что вы, как на мой взгляд, вы этого не цените. Вы не цените себя. Либо вы очень сильно боитесь человека, еще раз повторю, как-то вот потерять. Ну, вот боитесь человека, вы потерять. Но тогда это не отношения, и это не любовь, как таковая. Потому что, если вы боитесь, значит, вы зависимы, а если вы зависимы, значит, вы не свободны. А если вы не свободны, то на несвободе отношения не построят. К сожалению. Вот. Об этом я рекомендую вам подумать как следует. Далее, значит, так. Он говорит, что не знает 50 на 50. Ну, правильно. Опять же, он не знает, потому что в его собрании очень прочно сидит его жена. Пока еще. И он при всем своем желании, ну, никак не может ее выкинуть из головы. Вот на данный момент это так. На данный момент такова реальность. Либо вы эту реальность принимаете, либо нет. Опять же, если любите, то эту реальность вы принимаете. Он еще не завершил отношения с своей бывшей женой. А вы уже, как бы, ему говорите, вот ты там должен мне что-то сказать и так далее. Человек не готов. Человек вступил с вами в отношения формально. А фактически он еще со своей бывшей женой. А вы, призраком, вы не с реальным человеком. И вами тоже что-то движет. Вами тоже движет какие-то ваши собственные там желания, сопрессии и так далее. Вопрос в том, что именно движет. Это важный момент. Значит, далее. Может он просто не видит, может он просто видит меня, водит меня за нас? Спрашиваете вы. Ну, вы знаете, если он и водит вас за нас, то кто, как-то, слишком долго и явно не умело. Потому что, ну, не будет человек водить вас за нас, периодически уходя в себя. Нет, здесь это именно ваша мнительность играет роль, к сожалению. Именно то, что вы мнительны, вот так вот мнительны, вы боитесь, что, значит, ну, что вас обманут. Вы боитесь обмана. Вы не хотите обмана. Если вы думаете, что вас реально могут обмануть. Хотя, в действительности, обманок как такового, ну, лично мне, не видится здесь. Кстати говоря, вот что действительно будет, если он, ну, вас обманывает и правда, что тогда? Ну, вы же получаете удовольствие, вы же получаете удовлетворение, вы же, в конце концов, счастливы. Ну, и все. А если хотите узнать, обманывает он вас или нет, так опять же, значит, начинайте защищать свои интересы. А если не можете, то нужно причину искать того, почему не можете, что мешает защищать ваши интересы. Вот это вот действительно важные вещи. А то, что говорите вы, то, что вы пишите про то, что может быть он там какой-то вот и так далее. Это все про другого, про другого человека. Знаете, вам о себе, ну, не думают. А вы очень сильно распоряетесь в нем. Это ваша ошибка, основная ошибка. Далее. Значит, эм, так. Ну, я очень считаю, что он узнает. Ну, то есть, у вас есть какие-то противоречия. Вы говорите, может быть, он вводит меня за вас. Но проблема в том, что мы этого человека не знаем. И мы не экстратенсия, чтобы ответить вам на вопрос подобного рода. Если вы чувствуете, что нужны ему, это совершенно не значит, что у него есть к вам чувства. Вы действительно ему нужны, но нужность не обначитает любовь. Понимаете, в самом деле? Вот. Далее идет секс, которого вам мало. То есть мужчина не дает вам достаточно секса. Куча получается. Своего жилья у вас нет. Значит, дома, машины он не хочет. Хочет только в кровати. Вот. И, в общем, здесь идет какое-то вот тотальное вообще разграничение ваших интересов. То есть, вот у него свое представление о том, какая должна жизнь. Ну, 38 лет, это нормально. Это естественно. А у вас свое представление. Вы, как я понял, не отказались бы и в машине, вы бы не отказались и в отеле, где-то еще. Вот. А он, он хочет только в портеле. Причем, это тоже выглядит, как некое такое, знаете, оправдание, что ли. Далее, значит, мы живем с маслами. Это тут вообще непонятно, поэтому домой не придешь. А еще он не хочет знакомиться с моей мамой и не знакомит меня со своей. Хотя, с детьми мы знакомы. Ну, это, опять же, ни о чем не значит. Все какие-то косвенные улики могут означать, что мужчина не желает, вероятно, себе ответственность полноценную за вас, потому что в таком случае ему придется как бы полностью отдавать себя вам, а он еще не чувствует, что готов полностью себя вам отдавать, и поэтому, вероятно, он не хочет ознакомиться с вашей мамой и знакомить вас с мамой, ну, со своей мамой. Вот, но, опять же, думается мне, что вас это объединение не удовлетворит, и вы совершенно правы, потому что объективно, вот объективно, это может означать и то, что человек не заинтересован в том, чтобы вы были с ним. То есть, понимаете, здесь, опять же, какие-то все косвенные улики, какие-то вот все мысли о нем, а не о себе. То есть, где вы, во всем этом, где то, чего вы хотите. Вот, если хотите, например, чтобы он пронаклонился, допустим, с вашей мамой, да, допустим, ну, допустим, вот допустим. Хотите вы, если вы хотите, чтобы он пронаклонился с вашей мамой, это нормально. Для женщины нормально подобное вообще, ну, испытывать нормально для женщины подобного хотеть. Это нормально, понимаете? А вы? Вы почему не можете настоять на том, чего вы хотите? Вот, чем вопрос. Не хочешь знакомиться с мамой? Давай какое-то время, когда не будем вместе быть. Не хочешь знакомиться с мамой? Давай какое-то время, когда вообще встречаться не будем, потому что я в тебе не уверена. И мне нужен стабильный мужчина, на которого я могу, например, положиться. Вы-то этого всего не говорите, почему-то. Вот. Далее, значит, всего дочери я в хороших отношениях. Значит, так. Я имбирал, боюсь, что наши отношения развиваются так вяло, что могут погаснуть. Ну, а что вы делаете для того, чтобы их педалировать? Ну, помимо того, что спрашиваете его о том, как он к вам относится. Что вы делаете, помимо этого? Вы его как-то подстегиваете, чтобы он, ну, может быть, начал бояться вас потерять, допустим, и так далее. Если вы не подстегиваете, если он не боится вас потерять, откуда же могут отношения развиваться? Кроме того, у меня такое ощущение, что вы взяли лидирующую позицию в отношениях изначально. А если так, то у мужчины тем более нет никакого стимула и желания что-либо делать. Либо вы занимаетесь пассивную позицию, ну, более пассивную позицию, то есть говорить, что все, отныне только ты будешь там вот что-то делать. Да, отныне только ты будешь для нас стараться, я там ничего не буду делать. Либо вы так говорите, либо вы продолжаете занимать ту самую позицию, активную, которую вы заняли изначально. Вот, то есть здесь, опять же, вопрос того, чего хотите вы, а не того, чего хочет он. Это не совсем правильная позиция в данном случае. Далее. Значит, так. Вы говорите, что я боюсь. Боюсь, что отношения погасных. Скажите, пожалуйста, а почему вы боитесь то отношения погасных? Боитесь его потерять? Почему? Боитесь остаться одной? Почему? Боитесь проиграть его жене? Опять же, почему? Когда вы боитесь, вы не свободны. Мы оба начали быть вместе, начали быть вместе, мы очень этого хотим, но он еще не забыл бывший, главный финансовый вопрос. Опять же, вы все говорите за вас обоих, а не за себя. Чего хотите вы и почему вы должны кого-то ждать, вот этот вот вопрос, он остается открытым. Если вы позволяете ей притеснять себя, то и другие будут вас притеснять. Это нормально. Далее. Значит, он растит дочь студентку-платницу, у нее у нас нет нормального зелья, поэтому он вынужден увезет на заработки. Сейчас приезжает через месяц на неделю. Мы встречаемся, гуляем в кино-кафе. Как понятно, я ему как будущая жена. Я вам отвечу на этот вопрос встречным вопросом. А зачем вам быть его и его женой? Почему вы хотите вытянуть за него замуж? Зачем? Для чего? Вот об этом, пожалуйста, подумайте. И ответ на этот вопрос поможет вам двигаться в правильном направлении. И еще вопрос. А что если нет? Пока он вас как в будущую жезду явно не видит. И что тогда будете делать вы? У меня к вам вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Буду помочь, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok